Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые владыки, дорогие отцы, дорогие братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с Мироспасительным праздником Пасхи Христовой. А почему мы этот праздник называем Мироспасительным? Да потому что Господь избавил мир от власти дьявола, от его власти. А власть была тотальной, языческие культы, самые страшные, абсолютная потеря нравственных ориентиров в античном обществе, как бы великая созданная человеческим гением цивилизация, разрушалась, потому что не было самого главного. Была человеческая мудрость, но не было присутствия божественного в тех общественных отношениях. И, конечно, в той системе ценностей не было ничего от божьих заповедей. И поэтому все это великое и славное рухнуло. Нужно знать историю для того, чтобы не делать ошибок. Об этом говорили просвещенные мужи. Потому что история не прощает ошибок. Вот и сегодня, когда в новых условиях, в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека, поклонение прогрессу, поклонение науке, поклонение технике, я не говорю об уважении того и другого и третьего, а я говорю о неком обожествлении, когда люди все свое упование относят к одному, другому и третьему, тому, что создано человеческим разумом и человеческими руками. Из истории мы знаем, что даже самые величайшие творения человеческого разума не обеспечивали спасение человеческих душ. А Господь Иисус Христос, Который пришел, как простой человек, без всякой власти, своим словом и своей жизнью, и своей смертью, и своим превоскресением буквально пронзил всю человеческую культуру. И вот сегодня мы живем в том глобальном мире, когда христианские ценности исторгаются из общественной жизни и из человеческой культуры. Каким должен быть наш ответ? Ответ русской православной церкви и в каком-то смысле ответ России до тот, который мы уже даем. Мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации. Мы не согласны с обезбоживанием человеческой личности и человеческого общежития. И мы имеем на это право, на это несогласие. Потому что мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией. И этой атеистической идеей, насаждением этой идеи была отдана вся сила и мощь государства. И знаем, чем все закончилось. Поэтому мы с вами, как народ, обладаем особым историческим опытом. У нас есть право говорить миру. Не надо отказываться от Бога. Не делайте этого. Никакие очередные обольщения наукой или техникой или прогрессом не решат самых глубинных проблем человеческой личности. Никогда эти все технические средства не были причиной человеческого счастья. Удовольствия – да, но подлинного, глубинного счастья – нет. Потому что счастье – это состояние души. А душа становится сильной и счастливой тогда, когда к ней прикасается Господь. Вот, обладая этим историческим опытом, мы, во-первых, сами не должны допустить никаких ошибок в своем дальнейшем историческом развитии. Но мы можем и должны стать примером для других. С тем, чтобы, взирая на опыт, многострадальный опыт России, люди не повторяли тех ошибок, которые были совершены здесь, на этой земле, и которые были искуплены кровью тысячи миллионов людей, и которая сегодня произрастает действительно подвигом веры и благочестия. И дай Бог, чтобы так было в нашей стране. А для этого каждый из нас должен быть очень верным Христу. Не забывать о Господе и Спасителе. Ни в радостях, ни в скорбях. Строить свою жизнь, личную, семейную, межличностные отношения, именно включая во все эти отношения божественный, нравственный закон, как он передан нам через святые заповеди. И тогда, верим, будет открываться возможность не только всестороннего развития, в том числе и технического, научного, но самое главное, будет открываться перспектива духовного развития человеческой личности. А ведь это самое главное, потому что от состояния души человека зависит не только его личное счастье, но от состояния душ человеческих зависит благополучие стран и народов и сама судьба рода человеческого. Да поможет всем нам Господь воскресший укрепляться в вере, действительно быть верными ему, каждому на своем месте совершать то, к чему он призван, по совести, правильно, не делая, стараясь не делать ошибок. Но самое главное, дай Бог нам не делать никаких ошибок, которые бы могли повредить нашей бессмертной души. Я еще и еще раз поздравляю вас с мироспасительным, светлым праздником Святой Пасхи. И дай Господь, чтобы вера православная в народе нашем укреплялась и чтобы жизнь народная оплодотворялась этой верой. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok